Прежде чем приступить к дизлайну, нам необходимо подготовить ноготок. Поэтому с цветного слоя мы снимаем липкий слой. На одном пальчике мы будем делать втирку, а на другом у нас будет переход из блесток. Для втирки нам понадобится пигмент. Мы будем его втирать в цветное покрытие для жемчужного перелива. Можно использовать спонжик для работы, можно использовать просто пальчик. Результат будет один и тот же. Мы просто макаем пальчик в пигмент и наносим его на цветное покрытие втирающими движениями. Пигмент оставляет за собой легкий жемчужный перелив. Прежде чем нанести топ на этот ноготок, мы отправляем в лампу на 15 секунд. Сейчас нам необходимо убрать пигмент с торца ноготка. Мы делаем это пилочкой, просто слегка подпиливая ноготок в центре и по бокам. Убираем пыль сухой салфеточкой. Очень осторожно, потому что втирка очень хрупкая. Наносим на торец ноготка бескислотный праймер. Он позволит втирке долго продержаться на ногтях и долго радовать вас. Также нам понадобится топ без липкого слоя для того, чтобы закрепить нашу втирку. Мы наносим его на этот ноготь, тщательно прокрашивая, не оставляя пустых мест. И также тщательно запечатываем торец ногтя. Если плохо запечатать его, втирка может слезть пленочкой. И отправляем в лампу ровно на 1 минуту. Для следующего дизайна, дизайн мы будем делать переход блестками на вот этом пальчике. Нам понадобятся блестки. Они крупные и выглядят как слюда. Достаточно красиво смотрится. Сейчас этот дизайн очень актуальный. И также нам понадобится тоненькая кисточка. Мы берем небольшое количество геля. И наносим его у кутикулы. Тщательно подкрашиваем под кутикулой. Начинаем растягивать кисточкой. Движениями от кутикулы к центру мы растягиваем эти блестки. Дизайн достаточно простой, но смотрится очень эффектно. Особенно в сочетании с таким цветом. И также отправляем этот ноготок сушиться в лампу на 1 минуту. Мы просушили с вами ноготок с блестками. И сейчас нам необходимо нанести завершающий этап. Это будет верхнее покрытие. И также просушить его в лампе 1 минуту. Наносим топ тоненьким слоем. Также прокрашиваем весь ноготок. И запечатываем торцы. Топ можно наносить сразу на все 5 ногтей. И просушить всю ручку по итогу 1 минуту. На средний пальчик топ мы не наносим. Так как на нем уже есть верхнее покрытие. Как только мы просушим с вами топ, мы можем убрать остатки втирки с ноготка и с кожи вокруг ногтя. Втирка убирается либо обезжиривателем, либо можно просто помыть ручки. Все, и отправляем сушиться в лампу на 1 минуту. Мы просушили верхнее покрытие в лампе 1 минуту. Липкий слой мы не снимаем, так как топ у нас без липкого слоя. Он обладает хорошим глянцем. И со среднего пальчика мы убираем остатки втирки. После маникюра мы наносим масло для кутикулы. На кутикулу и боковые валики. Так как обезжириватель немного сушит кожу, а масло ее подпитает. И втираем легкими массажными движениями. Наш маникюр готов. Субтитры сделал DimaTorzok